Документ, работа над которым велась три года, дает старт новому этапу реализации государственной политики в сфере финансового образования. Такая грамотность, считает Министерство финансов, такой же важный навык, как умение считать, читать или пользоваться компьютером. Но зубрить финансовые правила должно быть интересно, а не скучно. Обучать АЗАМ обращение с деньгами будут 8 тысяч педагогов, счет 12 на сегодня проходит специальную подготовку. Участники сегодняшней конференции знакомились с внедрением данных программ в школьное образование. Это важный этап начала работы, поскольку очень хотелось, чтобы мы все видели стратегию одни и теми же глазами, и содержательную часть, наполнение нашей будущей работы тоже видели одинаково. Проект финансового образования начинает реализовываться с этого года во всех регионах страны вплоть до 2023-го. За это время финансовая грамотность людей позволит развивать и финансовые рынки, и формировать инвестиционные ресурсы. А на Кубани данной темой занимаются с 2008-го года. Мы сейчас работаем над стратегией развития Краснодарского края до 2030-го года и понимаем, что главным драйвером роста экономики и повышения уровня социально-экономического развития будет человек. И от того, насколько этот человек будет грамотен во всех отношениях, в том числе и финансово, зависит от благополучия, в частности, нашего края. Для такой масштабной работы, как повышение финансового образования, привлекают Банк России, Пенсионный фонд, Министерство образования, Роспотребнадзор. А уже в рамках этой всероссийской конференции в пятницу пройдет чемпионат по финансовой грамотности среди учащихся школ в Сочи. Вы в курсе, что сегодня недостаточно читать и писать, чтобы считаться грамотным? Теперь к этим навыкам необходимо добавить грамотность финансовую. Пока этому в школах не учат, но обучать азам обращения с деньгами планируют. В Сочи специалисты обсудили внедрение необходимых программ в школьное образование. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время программы в курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Тему финансовой образованности населения обсуждали на Всероссийской конференции, которая прошла в Сочи. Она так и называлась «Повышение финансовой грамотности в Российской Федерации от реализации проекта Минфина России к запуску государственной стратегии». И наш гость сегодня – начальник отдела анализа финансового сектора Департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи Светлана Москвичева. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте. Итак, начнем с того, что в Сочи прошла Всероссийская конференция по финансовой грамотности. Что под собой подразумевает этот термин? Если верить интернету и практически теоретически, финансовая грамотность – это знания, навыки и определенные поведенческие характеристики в финансовом поле. То есть, по идее, когда мы слышим «финансовый грамот», почему-то все сразу пугаются. Это касается чего-то очень сложного, акций, облигаций, что приходит первое на ум. Но я пару деятельностей сталкиваюсь с обращениями граждан, и я понимаю, что финансовая грамотность несколько шире. То есть, я бы заменила, в принципе, этот термин «финансовая грамотность» на финансовую культуру. Вот о чем говорили на конференции, что, наверное, не совсем это немножко пугающе. Культура звучит немножко по-другому. И она, по сути, есть финансовая культура, потому что нельзя достичь грамотности в определенном уровне. То есть, раз ее достиг, и сидишь и радуешься. Такого невозможно. Это постоянный процесс, потому что механизмы меняются, законы меняются, какие-то новшества происходят. Поэтому это постоянный процесс изучения этих моментов и адаптации для себя. Делаем вывод, раз программа разработана, значит, уровень грамотности невысок. Как и в чем это выражается? Ну, программа разработана, потому что, видите, синтетический эффект от наличия таких же программ за рубежом. Например, как говорилось сейчас на конференции в Британии, они отследили, введение таких программ позволяет сэкономить 13 тысяч фунтов на человека. Это касается необдуманных покупок, это касается и поведения при оплате налогов. Разных вещей, да, то есть косвенные такие издержки, но между тем это существует. Наша страна, опять же, по данным исследований, занимает из большой двадцатки девятое место по финансовой грамотности. Опять же, анализировали по этим трем показателям. Знания, поведение и умения. Повышать ее, безусловно, нужно, и по моей работе это больше связано с какими-то нашими обычными вещами. Кредитование, как правильно выбрать кредит, как правильно читать эти документы. А более того, это связано даже с тем, к кому обращаться, если что-то случается вот в этой сфере, да, если вас обманули, если вы обманулись, потому что нас обманываются, вы рады, а те, кто обманываются, обманываются, рады. И, как показали исследования, 8-8% наших граждан не знают, куда обращаться в случае нарушения их прав или хотя бы намека нарушения. Поэтому, естественно, Центробанк и Роспотребнадзор и другие финансовые организации, такие как Виза, в нашем регионе это Центринвестбанк, такой региональный, они проводят массовые акции по развитию финансовой грамотности, по повышению финансовой культуры. В частности, наш край участвовал с последние два года в этой же программе, пилотном проект, в котором было 8 регионов. И у нас также проходили какие-то мероприятия в этой части. В Краснодарском крае, как прозвучало на данной конференции, программу по повышению финансовой грамотности реализуют с 2008 года. Вот какие мероприятия в рамках этой программы проведены, в частности, в Сочи? В Сочи мы регулярно проводим неделю изобрежений, неделю, вот в этом году было буквально недавно, и неделю финансовой грамотности. То есть она проводилась по разным направлениям и в разных форматах. В принципе, схема одна и та же. Мы проводили встречи с вторыми коллективами и со школьниками и студентами, потому что важно обучить и рассказать им, соответственно, где людей собирать отдельно. Сейчас у нас была инициатива собрать людей для объяснения, как работать с кредитами. Если даже у вас есть кредит, чтобы не попадать в долговую яму. Но собрать людей достаточно сложно, потому что все работают, и просто так днем никто не придет, не послушать эти моменты. Поэтому, естественно, нужно проводить семинары на рабочих местах. Но работодатели не всегда идут навстречу, потому что это задержка времени рабочего, потому что, может быть, а пока они сознают, что это, в принципе, выгодный. Потому что грамотный работник – это, как правило, работник с большей осознанностью, более исполнительный, более широко понимающий свои задачи. Но между тем формат такой проводится. В школах – это деловые игры. Нам очень нравится, когда из края приезжали определенные структуры, проводили деловые игры. Детьми было очень интересно. И даже педагоги присоединялись, и мы наблюдали, потому что нам важно понимать, что происходит. Какие игры, какие общающие семинары проводятся здесь. В прошлом году это было немножко по-другому. И в этом мы сформировали перечень организаций, которые хотели провести такие мероприятия, и себе направили в Край. И затем Край направил финансовых консультантов. Здесь, конечно, очень важно не только знать свой предмет, но уметь правильно преподносить. По опыту других регионов, например, меня очень вдохновил пример Томской области, как они это креативно делают. Они занимаются, правда, этим давно, еще без этих пилотных проектов, 15 лет. И Томская область очень креативные методы находят. То есть у них и уровень очень высокий достаточно, в принципе, и молодежный город, и финансирование есть. То есть вы как пресса знаете, что очень большая проблема в части финансовой культуры – это информационные поводы, это скучно. В принципе, это сам по себе материал мудный, так еще если его подавать, так там можно просто убиться. Поэтому они делают это весело с какими-то спектаклями, с песочными спектаклями на тему финансовой грамотности. Издают комиксы, какие-то там сумасшедшие флешмобы проводят. Вот то, как они привлекают внимание, и затем за этим вниманием мне рассказывают какие-то интересные вещи. У них уже есть журнал для детей. Но, опять же, мы переключились плавно от Краснодарского края и Томской области. Но это то, что меня вдохновило. И что меня вдохновило еще? Конечно, Томская область выпускает облигации. То есть вместо того, чтобы, допустим, брать кредиты у банков, какие-то проценты, они берут у населения. Население 15 лет уже приобретает эти облигации, 80% дохода, реинвестирует обратно в них. То есть это говорит о определенной грамотности в этой части. Это говорит об определенном уровне знаний и о доверии. Вот интересные моменты, которые действуют в других регионах. У нас это действует пока вот донесение до людей на местах работы, учебы. Но здесь важно только понимание, как я уже подчеркну, но и умение доносить информацию. Плюс есть какие-то пилотные проекты, школьные уроки, которые проводят педагоги для студентов в части финансовой грамотности. Ну, в частности, я в этом году пыталась провести, вот у нас есть гимназия номер 8, мы с ними сотрудничаем, урок о финансовой грамотности в рамках их лагеря. Но это было очень тяжело, потому что нужно какие-то формы, методы придумывать. Я все-таки не педагог, это какая-то креативная тема. Что-то придумала, но информация, как я уже говорила, сама по себе очень сложная, скучная. И ее нужно уметь вкусно, правильно подавать. А это уже отдельное направление работы. И здесь нужно работать с методиками, которые уже применяются в других городах. Ну, здорово. Сейчас в России говорят о том, что уроки финансовой грамотности нужно вводить вообще везде и всюду. Получается, в Сочи уже эксперимент проводится. Да, мы один из восьми пилотных проектов. Это и Архангельск, и Томская область, и Ставропольский край. И все применяли это по-разному. То есть здесь был полет фантазии, кто какой регион, как применит. Например, я из материалов принесла методические рекомендации педагогам, как это можно делать, которые разработала Архангельская область. Все по-разному. Тем более у них проблемы связаны с тем, что там большие дистанции, у них люди даже на островах живут. Туда не доедешь. То есть банк просто в принципе туда не доезжает. Поэтому у них дистанционное место обучения. Ну и в этом году мы тоже прошли по программе переподготовки курсы финансовых консультантов. Но тоже формат подачи материала, он достаточно нудный. Вот про все налоговые вычеты, про все проценты. Это люди, которые привыкшие к работе с материалом, там педагоги. Мы это не всем, и то достаточно интересно бывает. Обыкновенный человек, который хочет повысить свой уровень, ему это немножко скучновато. Но между тем есть другие сайты, есть даже комиксы, есть различные такие визуализированные сайты, где можно посмотреть, если есть, конечно, запрос. Но зачастую запросы, как правило, в нашем городе я редко вижу. Потому что если я выбираю, куда пойти, я почему-то выбираю ВКонтакте или Одноклассники, но не выбираю поискать финансовую грамотность. Но это опять же зависит от запроса горожан. Ну вы ищете новые методы и формы. Так что здорово, я думаю, заинтересуете. Ну мы будем пытаться, но я думаю, что совместная работа с Краем. Потому что все эти вещи разрабатывали субъект на уровне субъекта. И мы как-то вот, ну уже появились идеи, как это можно делать интересно. Неделя сбережений, неделя финансового грамотности мы проводим по инициативе Края. Их специалисты приезжают сюда, у них есть очень интересные, хорошие спикеры. Как раз те, которые проводят в школах деловые игры. Те, которые интересны и детям, и взрослым, и нам тоже. И в принципе все инициативы, в принципе эта программа и заложена в бюджете Края, поэтому инициатива их. И мы, безусловно, им помогаем взаимодействовать на нашей территории, реализуем какие-то их идеи. Вот ко мне в прошлом году, например, приходил один мужчина, 70 лет, который этапом вложил 2 миллиона рублей по 204% годовых. То есть он появил эту компанию в 70 лет, имея опыт МММ, имея опыт всех наших вот этих интересных движений. Он вложил, причем не сразу, 300 тысяч, потом подумал, опять 300 тысяч, и потом опять еще раз подумал и опять вложил. Таким образом, 2 миллиона по 204%. Когда я спрашивала его, а зачем вы это сделали, что вас побуждало? Ведь вы же знаете, что такие проценты только на наркотиках и оружии. Сказал ему, я хотел вернуть. Что вернуть, непонятно. Поэтому мотив очень странный. Опыт есть, но он почему-то не выливается в решение конструктивно тех задач, которые перед ним стоят. А некоторое время назад Сочи вообще захлестнула волна жалоб граждан на действия так называемых микрокредитных организаций. Горожане даже обращались за помощью к властям. Так вот, в чем были их главные ошибки? И удалось ли как-то решить этот вопрос? Ошибки, ну, во-первых, наверное, иллюзия легких денег. 1% денег, это кажется так, очень мало. На самом деле это получается достаточно много. И наши граждане, не только горожане, россияне не умеют, в принципе, считать, нет такой культуры. Если в Германии, например, в основном берут целевые кредиты на что-то, и это правильно, то у нас ты идешь, там, скидка на бриллианты. Хотелось тебе когда-то бриллиантов, душа захотела, и ты взял там со скидкой, просрочку в кредит и так далее. Это необдуманные покупки, и в нашей стране это частое явление. Когда люди идут туда, конечно же, они надеются, что кто-то за них что-то решит, потом пишут письма президенту, которые спускаются нам, помогите нам, пожалуйста. И вот одно из достижений, допустим, тоже самое Томской области, которые давно занимаются этим вопросом, это то, что у них количество целевых кредитов выросло многократно. То есть не просто взять деньги на что-то, как микрозаймы, это же просто деньги на что-то, на творение моих текущих нужд. Можно, по идее, занять у банка, но, конечно, не каждый банк даст человеку, но вот можно как-то перебиться, условно говоря. Люди почему-то предпочитают занимать вот такие большие проценты, не думая, и, видимо, злагоответственность не на себя. С другой стороны, у нас нет такой культуры ввести личный бюджет. Даже я сама пыталась считать расходы дохода и в Excel, и в приложения скачивала, и записывала на бумаге. Но не всегда это легко дается, чтобы понять, сколько тебе, собственно, нужно для жизни, и в случае форс-мажора, сколько тебе нужно в принципе, чтобы прожить. Вот эта вещь важна, и сейчас этому личный финансовый план, так называемый, учат детей в школах. Какие-то есть приложения, есть буклетики разные, очень интересные в интернете, их можно скачать. Но понимание, что личный финансовый план существует, это можно рассчитать. То есть это непредвиденная вещь, как вот смерч, которая может появиться и упасть. Это вещь, которую ты сам можешь управлять. Когда ты этим вещами можешь управлять, ты становишься менее зависимым и более уверенным в завтрашнем дне. Собственно говоря, это хотят развить детям, которые сейчас в принципе психология такая, что они имеют все. Они не понимают, откуда это берется, просто хочу. Поэтому надо в сознание это вводить. Собственно говоря, это интересно взрослым людям. Потому что в советское время-то они прививали, не нужно было, а потом уже как бы и нечего было сберегать. И психологии остался тот момент, что все равно это ненадежно. Хотя ситуация изменилась, но мы этот опыт оставили, еще в непережении переработали, не извлекли из него положительные бонусы. Ну получается очень сложно помочь потом. Лучше семь раз, как говорится, отмерить, один раз отрезать. Да. Вы прям говорите словами из буклета какого-то региона. Да. Там тоже говорят семь раз, лучше прочитать все, и все-таки понимать, что за что ты берешься. Да, это однозначно. И вообще, что сразу должно насторожить, вне зависимости от того, в каком учреждении мы находимся? Вы имеете в виду финансовое? Финансовое. Ну, наверное, легитимность деятельности. В любом случае, если организация имеет дело с финансами, то она должна иметь какое-то разрешение, лицензия. Если это банк, то должна быть лицензия. Но с банками сейчас так редко, что не имеет лицензии. Если страховая, то тоже должны быть регистрированы в Центральном банке. Микрофинансовая с ними сложнее, конечно. Они не обязаны регистрировать в Центральном банке. Есть те, которые регистрируются, получают свой номер. И тогда можно на сайте Центрального банка все проверить. Те, которые не зарегистрированы, Центральный банк за них ответственность несет. Поэтому получается такое правовое поле, которое в зоне ответственности вроде бы и Следственного комитета, если что-то случается, и прокуратуры, и вот так вот. Поэтому, конечно, нужно задавать себе вопрос, если я кровно заработанные деньги несу туда, зачем я это делаю и что я хочу получить. И, соответственно, понимать, что мне обратно дадут, на каких основаниях. Не пенять, как мне претензии говорить, что вы должны ходить по всем офисам и смотреть, кто там их снимает. То есть они вменяют нам в обязанность, что мы должны это делать. И когда я спрашиваю, а вы ничего не должны смотреть, проверять, читать, знакомиться. Есть бесплатные телефоны Роспотребнадзора, есть бесплатные телефоны Центробанка. Даже знать элементарные вещи, куда обратиться. Вот это немножко подумать надо. Это связано с инфантинностью, как мне кажется. А еще в начале года у нас активно проводилась информационная кампания по страхованию своего жилья. Какие результаты она принесла? И есть ли в нашем регионе какие-то льготные программы для населения? Краевая программа страхования жилья работает с 2015 года. Она была придумана по аналогу московской программы, которая не функционирует уже 10 лет. Там в платежке на квартплату включена уже эта сумма по желанию. То есть она есть, если хочешь, оплачиваешь, и тогда ежемесячно, допустим, 7-10-9 рублей, если не ошибаюсь, тебя вычитают эту сумму, и у тебя включена страховка. В Сочи в частности действует, и как это происходило? Край поделили на лот и на территории, разыграли среди компаний, которых также дополнительно отобрали по различным критериям надежности и качеству работы. Нашу территорию сейчас отслуживает компания Реса. Вот за сегодняшний год она заключила 770 договоров, если не ошибаюсь. Но, опять же, культуры страхования, как правило, нет у нас тоже. Потому что считаю, что если что случится, всем все помогут. Ну, мы знаем, как помогают, мы сами. В период каких-то мероприятий, таких экстренных случаев отчисляем там ежедневные заработки. Бывают такие случаи, да, в Красный Крест. Поэтому немножко наши граждане не понимают, что это жилье, это их ответственность. Даже когда бывают нас в холле граждан, приявляют претензии, когда будут ремонтироваться наши многоквартирные дома, потому что у нас футбол. Все понимают, что футбол очень популярное мероприятие. И вот наш глава тоже дает вопрос, говорит, а вы как бы понимаете, что это ваше жилье, вы сами должны ремонтировать. Поэтому, как таковой культуры нет, как заставить. В федерации были такие попытки, что если что-то случается, то муниципалитет или край федерации помогает только в том случае, если человек сам застраховался. Если он не застраховался, то бюджет не помогает. Ну, какие-то или меньше, допустим, помощь. Ну, наверное, такие революционные меры и не приняты были. Но между тем, даже уровень страховки 900 рублей за квартиру, страховая сумма полмиллиона, мне кажется, это не так много. Но между тем, цена потопа, может быть, как у моей знакомой, недавно стопила квартиру, провала трубы. И она пожалела, что не застраховала. Поэтому идет. Есть и частные предложения других компаний страховых, они все предлагают свои какие-то пакеты услуг. Но кровать программы действует для всех, одинаково на территории края, на тему удобно. Что одинаковый университетный формат расчета, одинаковый перечень документов, одинаковая сумма на территории всего края. Не могу не сказать, что в этом месяце стало известно о том, что после подсчета жителей Сочи перешагнул полумиллионный порог. Но город-полумиллионник – это же не только имидж. Этот статус наверняка как-то должен способствовать развитию в Сочи новых форм предпринимательства, возможно, развитию промышленности. Кстати, об этом всегда говорит и напоминает жителям края губернатор Кубань Вениамин Кондратьев, посещая муниципалитеты. Давайте посмотрим видеосюжет. Превратиться из бухгалтера в сыровара Ульгу Гольман заставили лихие 90-е. Вспоминает, что тогда в кризис считала любую копейку. Чтобы прокормить семью, решила рискнуть и заняться бизнесом. В 97-м пришла идея открыть частную сыроварню. Теперь в год здесь выпускают до 80 тонн сыра. Для меня был вот этот сыр первый, чечил, вот такой. А потом уже и сулугуни. На предприятии Ольги Гольман трудятся только родственники, дочки и их мужья. От дома до работы две минуты ходьбы. Цеха производства и хранение продукции находятся тут же, в одном дворе. Именно формат небольшого семейного бизнеса – это будущее для кубанских станиц и хуторов, уверен губернатор края. Во время посещения Красноармейского района Вениамин Кондратьев сначала заехал к сыроварам из Старой Нижестеблеевской. Губернатора пригласили к столу. Несложно было угадать, чем угощали. В неформальной беседе глава региона затронул очень важную тему – помощи фермерам в сбытии продукции. Своего заместителя Кондратьев попросил продумать такой механизм. Сулугуни, бренд за зелью, рулеты. Ну, рулеты как сулугуни. Вы правильно говорите, вы сказали, что это маленькая производство. Вот здесь, чем больше у нас будет маленьких производств, тем быстрее у нас уже всегда дадут большое краевое производство. Но надо всегда помнить, что наш селянин с рабочими руками, с желанием трудиться, если ему дать возможность, мы получим очень существенный, серьезный доход и в муниципальный бюджет и в краевой. Главное дать возможность таким, как вы, делать свои маленькие производства. Небольшим фермерским хозяйством всегда было сложно конкурировать с крупными агрохолдингами. При этом в качестве их продукция ничуть не уступает. Чтобы увереннее чувствовать себя на рынке, фермеры объединяются в кооперативы. На Кубани таким хозяйством выделяют дополнительную поддержку. На одной из подобных организаций сегодня побывал губернатор. В кооперативе из десяти человек выращивают индеек. Здесь же из мяса делают полуфабрикаты, которые поставляют в торговые сети Краснодара. Переработку сделали небольшую, сейчас посмотрите. Ну, хотим расширяться. Андрей Николаевич сказал, грант получишь. Коллеги, вот кто везет, тому нужно и давать. Не так часто у нас сегодня на Кубани можно встретить хозяйство, которое занимается индюками. Нужно почувствовать рынок и смело в него шагнуть. И тогда на самом деле рынок улыбнется. И с экономикой будет все нормально. И на самом деле нишу займете, которая у нас сегодня не настолько сильно занята с индюшинным мясом. Если вы туда первые зашли, то, естественно, вы и победителями там и будете. Переработка сырья – это следующая ступень, на которую должны встать как можно больше сельхозпроизводителей. Кубань может и должна обеспечивать собственной готовой продукцией региональный рынок. Об этом Венимин Кондратьев говорит на производстве риса. Здесь наладили полный технологический цикл – от выращивания культуры до ее переработки. Сегодня самое главное, что вы делаете – это добавленную струмность. Пытаемся собирать полностью. Собираете полностью. И не пытаетесь, а собираете полностью. Конечно, доводите уже свой рис до конкретного потребителя. Минуя стадию посредников, что для нас сегодня принципиально важно, чтобы сегодня сельхозпроизводитель ушел от этой посреднической линии и сам перерабатывал то, что производим. Это принципиально важно. И сегодня мы максимально сельхозпроизводителей на это нацеливаем. Но в то же время необходимо перестать зависеть от поставок зарубежных семян. К примеру, посадочный материал для свеклы почти полностью импортный. Кукурузы – наполовину. В условиях санкционных войн производство собственных семян становится задачей стратегической. Мы уже выделяем меры государственной поддержки только на приобретение элитных семян именно отечественной селекции, кубанской селекции. А если мы оказываем господдержку, абсолютно я согласен. Только на эти семена. Вот тогда вот эти сельхозпроизводители должны брать семена у наших селекционеров. У наших. Я имею в виду, что кубанских. А если они берут за рубежом, то деньги на зарубежные семена мы, коллеги, тратить не будем. Поддерживать импортную селекцию мы не будем. На Кубани намерены развивать не только селекцию зерновых культур, но и заняться созданием питомников для садоводства и виноградарства. Этот вопрос уже вышел за рамки региона. Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора о создании научного питомниководческого центра в Краснодарском крае. Собственный посадочный материал и господдержка при его закупке в том числе должна помочь развитию небольших фермерских хозяйств. Так вот, а у нас в Сочи развиваются новые формы предпринимательства. В последнее время это как-то чувствуется? Пытаются по опыту и по примеру долины Лос-Анджелеса развить вот такую нашу инновационную долину. В Сочи сейчас привлекают многих людей, в основном это креативных и таких, которые готовы что-то делать, которые выбирают наш город как качественную среду, приезжают сюда и они умеют делать что-то дистанционно. Допустим, я знаю пару, которая делает потрясающе найти какие-то решения, но они очень дорогие, поэтому их клиенты это не сочинцы. Между тем, они здесь живут, они здесь как-то формируют свою городскую среду, они с кем-то общаются. Новые виды предпринимательства, как сверху они не образовываются, они образовываются тогда, когда есть определенные компетенции, определенные знания. Например, некоторые территории цены, как те же самые Томск, Новосибирск, что там есть какой-то научный производство. То есть если у меня есть запрос на такие вещи, я пойду туда. Если я хочу научиться что-то производить в сельском хозяйстве, я пойду на Кубань. Там это умеют делать. Вот у нас, по идее, как мне кажется, должно быть что-то связано с сервисом. Сейчас наметываются такие креативные вещи, но опять же это связано с компетенциями, которые есть здесь. На пустом месте их не образуешь. Мы можем придумывать космические вещи, делать там, не знаю, артхаусные вещи. Но если нет людей, которые готовы это сделать, которые могут это делать на хорошем уровне, то ничего не придумаешь. Поэтому здесь нужно провести анализ, понимание, какие компетенции, какие люди есть и что они готовы делать. То есть пока конкретно говорить не о чем? Конкретно нет. Я вижу, что город Сочи становится таким вот не родиной стартапов, но вот он может стать такими городом, где могут развиваться такие креативные виды экономики. Сейчас креативная экономика как раз в тренде. Нужно понимать, какой именно наш сегмент. Допустим, Геленджик, мы знаем, сейчас строится там киностудия. То есть у них киноиндустрия будет своя тема, тоже креативная экономика. Что у нас? Это нужно понимать компетенции. У нас дизайнеры есть некоторые. Мы смотрели данные статьи. Опять же вспоминаю, что может быть. Те же компетенции есть. То есть люди креативные приезжают, делают. Вот пока так. Я думаю, все впереди. Нужно подождать. Ну, можно делать. Ждать-то можно и надеяться на, не знаю, на кого-нибудь планетян. Но нужно самим делать, понимать, что, как и решать эти вещи. Ну, действительно, местным надо как-то, наверное, тоже взять все в свои руки. Ну, конечно, надо. Ну, вы заметили, я вот сейчас вспоминаю, отвечая на ваш вопрос, что на Красном Поляне, вот Медовеевка, да, появились такие вещи, там они пиво варят. Опять же, я то, что по сети сама знаю, это креативные такие вещи, да, решения. Тема Local Food сейчас тоже популярна. Да, да. И вот эти все вещи. Ну, еда у нас, конечно, должна быть хорошей. Такой эко, потому что город такой привлекает, такое качество населения и таких же креативных людей. И тема Сочи, вечно зеленая, качественная еда, вот что-то с этим связано. Но промышленность, конечно, не для Сочи. Да. У нас курорт. Ну, как мне кажется. Ну, может быть, еще нам расскажете, что может дать городу новый статус? Сам статус городу как статус? Полумиллионник. Я понимаю, да. Наверное, это связано с какими-то теоретическими моментами, о которых я не в курсе. Не могу сказать вам, но, как мне кажется, это новый вызов и горожанам. У нас, во-первых, Олимпийская столица. Сейчас в Олимпийском университете проходит конференция по олимпийскому наследию ежегодной. Там выступают многие из МОКа. Да, опять же, оценивают олимпийское наследие, как оно функционирует. Мне кажется, это вызов определенным горожанам. Если мы олимпийская столица, в чем мы проявляем эти олимпийские, столичные компетенции, да, Южная столица? Чему у нас можно учиться такому? Вот на территории России. Чем уникальны на территории нашей страны? Вот по идее, по логике вещей мы должны быть уникальны, наверное, своим качествам сервиса. Потому что мы имеем 20 с лишним лет институт в сфере туризма и сервиса. И это должно интегрироваться в среду. То есть оно должно быть коррелироваться. Вот как мне кажется. Поэтому здесь больше не то, что мы приобретаем сам статус, он ничего не дает. Он дает, наоборот, новые вызовы и обязанности этому соответствовать. Исчерпывающе. Спасибо вам огромное, Светлана Николаевна, за интереснейшую беседу и своеобразный ликбез и для нас тоже. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник отдела анализа финансового сектора Департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи Светлана Москвичева. Будьте в курсе всех событий своего города и всего вам самого доброго. Светлана Москвичева